Приветствую вас и для начала, наверное, правильно было бы вам обратиться к врачу для того, чтобы пройти обследование, необходимое обследование медицинское, для того, чтобы понять, нет ли физиологической причины вашего состояния. То есть, не является ли ваше состояние следствием физического заболевания, потому что, если является, то сперва вам нужно обследоваться, дабы исключить эти причины. При наличии этих причин, как бы мы не работали с вами, то есть, мы психологи не работали бы с вами, у вас не получится это исправить именно по той простой причине, что физиологические аспекты всегда будут мешать вам. Всегда будут корректировать и влиять на ваше поведение. Это первый важный момент, значит, полное медицинское обследование. Второй момент. Видите ли, то, что вы описываете, то есть, вы описываете, что, значит, у вас не получается радоваться жизни, вы больше времени думаете о плохом, позитива почти нету. Вот это состояние, оно как бы следствие. То есть, все, что вы описываете, есть, по сути, следствие. Следствие некой изначальной проблемы, которая у вас или имеется, или произошла. И из этой проблемы, или из ряда негативных обстоятельств, вы извлекли для себя, ну, какие-то, знаете, негативные моменты, негативные аспекты. Связанные, ну, может быть, с переживаниями, может быть, с невыраженными эмоциями, может быть, что-то еще у вас там было. С этим нужно только разбираться. Потому что, вот, так, из-за того, что вы написали, ну, достаточно сложно сделать хоть какой-то вывод относительно того, что с вами происходит. Вот. И когда и если будут ясны ваши проблемы, когда и если будут понятны обстоятельства вам, из-за которых у вас вот это все началось, вот тогда уже можно будет, собственно, и говорить о том, как вам помочь. Потому что пока, на данный момент, ну, вы описываете депрессивное состояние. Это понятно, что вы описываете депрессивное состояние. Я отдаю себе отсчет в том, что оно у вас есть, и оно у вас достаточно сильное, судя по всему. Но откуда оно возникло депрессивное состояние? Что заставляет ваше состояние вновь и вновь на вас влиять? Вот это тот важный вопрос, который нужно обязательно с вами будет проработать. И тогда, я думаю, вам станет легче отдавать себя депрессивным в том, что с вами происходит, и то, как с этим, вообще говоря, бороться, что с этим можно сделать. Дальше. Следующий важный момент, это момент, который вы описываете, как отсутствие позитива в своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя определили для нас, что есть вообще для вас позитив. Что он для вас значит, этот позитив? Как вы сами к этому позитиву идете? Идете ли вы к нему вообще к позитиву? Потому что позитив, он не приходит там по себе, его никто не предоставит вам, его никто не даст вам, его нужно реализовывать самостоятельно, его нужно генерировать самостоятельно. И если вы этого не делаете, то, соответственно, взяться ему неоткуда. И тогда давайте мы с вами сразу подумаем о том, что вам может быть интересно, что вас может привлекать, что вас может увлекать, что вам нравится, чем бы вы хоть хотели заниматься, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, с нескольких сторон мы подходим к вашей проблеме. Понимаете? С нескольких сторон мы рассматриваем ее. И весь вопрос заключается в том, насколько вы готовы над собой работать. Потому что вот так вот, одним ответом на вопрос, исходя из того, что вы написали, написали вы далеко не так много, довольно сложно понять, что с вами происходит. А давать какие-то рекомендации, предположения, говорят о том, например, что у вас могут быть проблемы, например, в семье или что-то еще, мне бы не хотелось. Потому что это из области гадания. Гадать все-таки, ну, не по нашей части гадания, все-таки мы больше работаем с реальными фактами и с реальными проблемами. И поэтому, чем лучше мы разберемся с тем, что с нами происходит, тем будет, в принципе, лучше. Не только для нас, потому что у нас будет информации больше и, соответственно, нам можно будет дать более полную рекомендацию. Ну, и лучше будет вам, потому что мы сможем более превентивно, более конкретно вам помочь. У всего того, что вы описали, есть своя причина. Определенно эту причину вы пока не осознаете, возможно, но, тем не менее, вместе с психологом вы могли бы эту причину найти и либо устранить ее, либо изменить свое отношение к ней. То есть, здесь уже все зависит от вас и от того, что вы выберете. То есть, что вам лучше, что вам удобнее и так далее. На этом ничего, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего вам доброго и удачи.